здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор вы знаете я не смогла пройти мимо нового интервью юрия дудя потому что действительно мне было очень интересно разобраться вообще в мотивации человека который поддерживает то что сейчас происходит для меня это было очень интересно с точки зрения психологии с точки зрения логики вообще может быть я что-то не понимаю поэтому я с удовольствием посмотрела все эти три часа интервью хотя конечно удовольствие удовольствием это сложно назвать но тем не менее я искренне попыталась понять эту точку зрения и сейчас хочу с вами поделиться своими наблюдениями конечно же наблюдения будут касаться невербального поведения манипуляций то чем мы с вами занимаемся на этом канале если вы еще не подписаны обязательно подпишитесь не забывайте поставить лайк а я включаю первый фрагмент и в первом фрагменте мы будем калибровать нашего героя определять его базовую линию поведения вообще конечно всегда когда вы хотите определить правдивость вашего собеседника нужно сначала его раскрепостить и этим как раз и на начальном этапе можно сказать занимался юрий дуть первые вопросы были не такие острые не такие страшные для гостя поэтому мы можем наблюдать его базовую линию поведения давайте смотреть итак я включаю первый фрагмент но все кому написали либо отказывались ему просто молчали ты согласился почему слушает видите сначала мы видим что человек наклоняется вперед это знак того что человек готов готов отстаивать свою точку зрения ему есть что сказать он пришел к нам с информацией он готов раскрываться у него можно сказать что даже нетерпение сказать нам но и дальше смотрите идет какой какие сигналы тела закрывается ногой он понимает что вопрос ну скажем так вопросы будут довольно острые да несмотря на свое нетерпение готовность он понимает что надо немножечко под закрыться до немного забегая вперед должна сказать что ну вы хорошо знаете что оскар кучера это ведущий и у него блестящий опыт публичных выступлений дан огромный опыт и перед нами человек который привык коммуникациям привык себя показывать так как нужно да и если он закрывается то это уже ну это это серьезно да он понимает насколько серьезный вопрос дальше смотрите потому что вот ногу на ногу руки сложил на колени откинулся на спинку а челюсть держит довольно низко ну то есть пока на первом этапе он пытается нам понравится и посмотрите позиция однозначная видите на слове позиция однозначная он пинает ногой мы знаем что пинает ногой это значит что не совсем ему это нравится но тем не менее а все-таки он придерживается этой позиции но бессознательно наше тело врать не может я всегда говорю на каждом разборе что наше тело всегда сопротивляется вранью и конечно же он себя на уровне мозгов убедил в том что позиция однозначно но на уровне тела все равно тело прокалывается и в данном случае тело прокалывается вот этим пинком и кстати вопрос вопрос позиция однозначно и он как бы задает вопрос это тоже сигнал того что не совсем он в этом уверен но тем не менее он пришел для того чтобы нам с вами доказать что он что его позиция верная и я лично готова его слушать дальше то что ты говоришь не всегда видите опять пинок поднимает челюсть то есть в базовой линии поведения у него наблюдаем получается вот этот пинок он у нее у него часто происходит да значит регулирую регулировка челюсти говорит о его уверенности как мы знаем челюсть это драка и чем выше человек задирает челюсть тем больше он готов драться тем больше он считает свои доводы убедительными соответственно если челюсть высоко человек уверен в том что говорит если челюсть низко то он либо хочет понравиться либо он не совсем уверен в своих аргументах а это на будущее на будущее а потому что мы дальше будем смотреть знаешь как ну жизнь она же не черное и белое правильно вот и когда людей разделить ну и здесь пошла прекрасная манипуляция философия да это вообще эта манипуляция она работает для того чтобы знаете правда вот есть правда да а чтобы ее размазать и она стала более размытой края правды чтобы размыть вот используют разные манипуляции вот в данном случае сейчас он использует манипуляцию философия вообще а по поводу манипуляции под видео есть ссылочка у меня мини курс по манипуляциям там ну все четко предельно понятно давайте дальше так то мне кажется что так поступать не очень умные мудрые люди видите разделяют поступают то есть он как бы ответственность перекладывать это еще одна манипуляция понимаете вот то есть где-то где то есть какие-то виноваты а мы с вами жертвы вот это вот тоже такая знаете хитрая уловочка манипуляция которую часто нам из с нами используют в речи если вы ее слышите сразу включайте а кто уточняйте а кто использует вот всегда надо задавать такой вопрос когда вам ну я понимаю что не всегда вы беседуете на таких вот на таком уровне да ну когда речь идет о том чтобы вас не обманывали да может быть даже в бытовом смысле вот манипуляторы часто используют вот этот прием до нас разделяют с нами поступают надо всегда уточнить а кто с нами так поступать умные мудры манипуляции это такие это это вот то что при ролл появляется это не то реклама которую ты продал это то что губ вот например посмотрел видите здесь он взялся за шею и прикидывает насколько это все ему опасно но мы с вами наблюдаем за его базовой линии поведения да и видим что ну и мы знаем что шея это беззащитность в древние времена умерщвляли именно через прокусывание сонной артерии да и поэтому шею мы склонны всегда беречь если человек притрагивается к шее в беседе то он чувствует свою беззащитность и здесь как раз и идет речь а об и на агентах которым может быть причислен абсолютно любой гражданин нашей страны особенно публичный человек потому что найти от хоть там пять копеек пришло от иностранца да и все и ты и на агенты вот вот такие у нас законы поэтому конечно же у оскара включается вот механизм защиты да и вот он реагирует таким образом нам же с вами это интересно именно с точки зрения чтения его сигналов тела фильма с с антони бандераса на пенелопе круз это очевидно влияние запада и как только захотят сделать тебя и на агента просто потому что какой-то из твоих высказываний понравится видите а дальше он проанализировал свою беззащитность плавно переходит на челюсть здесь у нас как раз область драки смотрите вот эти места вроде бы рядом расположена но наблюдайте при беседе с вами рука может гулять от шеи к челюсти и обратно вот отслеживайте здесь у нас беззащитность здесь у нас уже драка то есть здесь уже человек уверен и вот вот эти вот манипуляции да они очень четко показывают ход мысли человека да вот для чего вообще изучать сигналы тела для того чтобы понимать ход мысли вот вас слушают да а рука вот когда так гуляет значит это что-то значит привет хорошо извини давай давай перенеси прерывай в любой момент но давайте просто так интересно видите вот пересаживается он тоже довольно часто поэтому тоже мы понимаем что он волнуется это же можно не вставлять потом нет потом к этому можно вернуться это было офигенное время видите а вот это он вспоминает о своей молодости и юрий очень грамотно вел это интервью и вот для то видимо для того чтобы мы с вами увидели действительно его базовую линию поведения в максимальном расслаблении вот пожалуйста любуйтесь как он легко свободно говорит о своей молодости как ему приятно об этом говорить до была банда прям банда мы дружили мы мы дружили мы более того до сих пор даже там в соцсетях периодически списываемся когда видимся обнимаемся и какая-то радость друг за друга есть когда у кого-то что-то получается ну то есть во всяком случае у меня точно абсолютно не знаю как других но у меня да видите какой он счастливый какой он расслабленный какие жесты открытые свободные легкие вот запомните вот это вот его состояние теперь плавно переходим на то что он считает причиной того что сейчас происходит да почему происходит это спецоперация давайте посмотрим конечно же виновник всего как многим россиянам сейчас многие россияне так считают и давайте посмотрим действительно ли он так считает действительно ли это так давайте смотреть почему россия начала войну с украины с удовольствием тебя спрошу вот как я себе представляю что смотрите какая манипуляция с удовольствием тебя спрошу то есть от футболивание вопроса знаете для того чтобы не отвечать на вопрос можно переспросить вот эта манипуляция вообще манипуляции тут было очень много я просто задохнулась я просто утонула в его манипуляциях но все эти манипуляции были блестяще отбиты юрием и в общем то ну я я не знаю у кого-то если осталось какое-то сомнение но у меня лично все предельно ясно после этого интервью вот чисто благодаря правильно заданным вопросам юрия да он позволял собеседнику высказать свою точку зрения и путем уточнения приводил его к определенной ну к тому что человек максимально раскрылся да и смотрите здесь идет выставление лба то есть вообще наблюдайте внимательно как человек дает вам аргументы вообще вот вся аргументация это же на самом деле наши бойцовские качества это же на ну вот предположим если сравнить спор с дракой да то вот аргументы это наши кулаки это наши снаряды но я не знаю с чем это сравнить это то чем мы деремся это наша сила поэтому если человек уверен в своей позиции он будет выставлять челюсть он будет да он будет повышать голос он будет как-то аргументировать но в первую очередь челюсть пойдет вперед наверх но ни в коем случае не лоб лоб это упрямая позиция когда человек ну не до конца уверен в силе своих аргументов он будет выставлять лоб и просто тупо стоять на своем это саботирование да то есть тебе говорят аргументы а ты просто должен выстоять да вот как не пяди родной земли вот здесь вот и как раз мы видим вот эту позицию что он просто выставляет лоб и у него нет рабочих аргументов поэтому ему приходится просто саботировать те аргументы которые поступают от собеседника кое я могу ошибаться да потому что я реально вообще в политике не смыслюсь но смотрите как грамотно он вот эти прокладочки вообще вот этих прокладочек у него во время всего этого интервью очень много знаете для чего эти прокладочки где но вот манипуляция дурачок например да вот всякий всякого рода прокладки я дурачок я там что-то не понимаю мне там кто-то сказал но вот это вот все для чего делается для того чтобы когда поменяется ветер он мог сказать да я не до конца может быть разобрался в этом вопросе да я ну я дурачок да на что с дурачка взять ну вот 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 эти вот возможности уйти от ответственности и вот это единственная цель для чего делаются вот эти прокладки поэтому не обольщайтесь что он действительно считает себя там дурачком или еще чем-то он для себя очень четко все понял но сейчас для того чтобы потом ему был были мы была возможность для маневра он вот это говорит нам с вами для того чтобы просто запудрить нам мозги это чистейшая манипуляция совсем но у меня есть какие-то представления о том пошел в демагогию это еще одна манипуляция видите ну когда он вообще в принципе когда человек уходит в демагогию демагогия как правило она не касается лично человека да и поэтому жесты становятся более расслабленными и мы с вами это наблюдаем жесты расслабленные привычные но он профессионал своего дела поэтому он всегда умеет включать нужные эмоции ну нужные там нужное настроение и мы это сейчас видим перед нами действительно профессионал своего дела он ведущий на телевидении там много разных форс-пажорных ситуаций получается и вот это вот этот артистизм который он нам с вами сейчас продемонстрирует это ну это профессионализм что происходит да допустим америка страна которая перестала производить нужно видите вот по поводу америке конечно же он красиво все это говорит он это снабжает нужными жестами но мы видим что нет действительно эмоциональной вовлеченности до жесты сделаны да но мы чувствуем что за жестами нет настоящих эмоций он жестикулирует он подкрепляет свою речь эмоционально как бы как бы эмоционально но на самом деле это не эмоции это просто профессионализм не путайте пожалуйста но мы сейчас увидим на дальше я вам просто вот в предыдущем кстати ролики я специально и включила предыдущий ролик чтобы вы видели где действительно есть эмоции где действительно есть вот ну вовлеченность в то что он говорит а здесь он просто нам внушает какие-то вещи которые ему но скажем так он вряд ли их в них верит но ему это нужно в это верить скажем так поэтому давайте сейчас секундочку я не знаю производила на раньше или нет что-либо да видите и при этом выставляет лоб а не челюсть но я вам уже про это сказала но и пандемия и я думаю и до этого основательно все завалилось и уровень жизни видите рука лицо щека вообще рука идет к лицу когда человек волнуется когда ему нужно как-то отвлечься да это жест манипулятор идет отвращение мыслительный процесс растерянность ну то есть вот это все больше она она на самом деле наиграна да и мы видим что а по каким признакам это понять что все эмоции наиграны а потому что когда человек играет он чуть дольше задерживает нужные эмоции вот поэтому мы можем определять то есть на самом деле все эмоции очень краткосрочные если человек на лице задерживает эмоцию значит он перед вами играет поэтому и вот смотрите как усиленно вот это удивление глазки там бровки поднял глазки расширил да вот смотрите удивляетесь как я сам удивлен ребята но вы видите что это фальшь это фальшиво это не настоящие эмоции да слишком задерживается и вот поэтому конечно же мы все понимаем американских как мне кажется да вот не этот красивый до 95 шоссе на в майами а за 95 шоссе он ну так скажем как на украине говорят такое а вот здесь уже действительно он доволен он ну вот эта часть фразы действительно но он он так считает и он с удовольствием проговорил вот здесь вот были уже настоящие эмоции да то есть он сейчас вспомнил что в америке в общем-то все не так уж хорошо да и вот вспомнил какой-то косячок американский и с удовольствием о нем сказал но это это просто вообще блестяще да вот оказывается из-за того что в америке там за девяносто пятым километром плохая жизнь а кстати он не ездил у нас за девяносто минут скажем замкат немножечко заехать там в тверской области там нищета там ну и вообще по всей россии ну ладно я сейчас не буду рассуждать не буду свою точку зрения высказывать просто анализируем до понимаешь о чем я говорю тебе кажется или твой анализ на снова на цифрах нет мне кажется ну слушай смотрите опять включил такую манипуляцию дурачок на всякий случай на всякий случай ветер может поменяться поэтому на всякий случай я все-таки дурачка здесь включу до поднимает через с отвращением так я смотрю какие-то цифры возможно я ошибаюсь еще раз говорю да шашу причем вот эти все эмоции даже тоже отвращение ну то есть играет играет человек он умеет играть давайте пронаблюдаем дальше появится одну из крупнейших экономик мира смотрите вот удивление слишком долгое удивление говорит нам о том что это не настоящее удивление то есть как будто бы он только что узнал о том что в америке такая хорошая экономика но вот просто вот знаете невинная вот такая вот просто он вообще ничего он только что родился да такая наивность до ручки сложил ну то есть вот это вот личико конечно но переигрывает переигрывает как сказал бы станиславский не верю и до к вида и после я совсем недавно разговаривал с моим товарищем который ну теперь пошла еще одна манипуляция отсылка к авторитету тоже кстати часто используемая манипуляторами вот знаете на его примере вообще знает конспектируйте вот еще раз вам рекомендую пересмотреть это интервью и прям законспектировать все его манипуляции потому что он ну по моему большинство из манипуляций которые я знаю он использовал и вот одна из них вот как раз это отсылка к авторитету всегда есть кто-то кто лучше знает но но кстати не убедил он меня авторитетностью того источника но тем не менее вы отучился только что и кстати вот у него здесь этот жест пика да но это больше все таки я склонна считать что это такой вы знаете профессиональный жест который ну вот в данном случае не обозначает успеха вообще когда человек делает такой пик да это значит что он уверен в себе он что-то задумал у него какая-то блестящая идея но при этом должно быть подтверждение на лице должно быть подтверждение в эмоциях а мы видим что эмоции другие совершенно то есть руки сложились в пике а эмоции пошли там челюсть низко не смотрит на собеседника подавленность то есть это не пика в классическом понимании это просто профессионально отработанный жест который он включает в нужный момент в данном случае он пытается держать хорошее лицо при плохой игре но вот это вот несоответствие жестов и эмоции она тоже должно нас наталкивать на мысли потому что ну не только же он скажем так умеет хорошо коммуницировать и имеет такой блестящий опыт в профессии до часто мы общаемся с людьми и они тоже довольно подготовлены вообще мы часто общаемся с такими людьми до которые умеют грамотно себя преподносить и вот внимательно наблюдайте вот прокол обязательно будет если человек держит лицо значит он не сможет удержать эти жесты если он даже держит и жесты и лицо тогда у него сами жесты могут быть недостаточно раскрытыми да то есть вот наблюдайте сначала базовая линия поведения а потом наблюдаем за тем как вот это вот соответствие в сколковом и твоя версия какой-то там приятель у него в сколково учился для него этот супер авторитет вот просто и мы все должны резко поверить в то что его вот этот приятель он вот просто специалист политолог высшего уровня америка все плохо с экономикой и да и экономист высшего уровня простите это не полит не политический вопрос и и пауза а сказать то нечего пошло отвращение то есть отвращение это же это желание дистанцироваться отвращение это когда особи наши первобытные предки встречались друг с другом показывали друг другу клыки и говорили слышите держись от меня подальше иначе я тебе перегрызу глотку до своими клычками и вот таким образом отвращение у нас это реакция на стресс на страх на то что держись от меня подальше то есть получается что надоел уже этот юрий да ну уже уже отойди от меня да ну сейчас вот у нас отвращение кстати я это рассказываю на своих бесплатных уроках если вы были если не были можете пересмотреть у меня на канале это есть так вот отвращение это про уже в наше время не реакция на другую особь а реакция на то что нам неприятно от чего нам хочется быть подальше так вот сейчас вот это вот реакция на вопросы юрия он как докучливая муха которая все задает и жужжит и жужжит да и вот хочется от нее подальше уйди уже отсюда то есть вот это вот отвращение переход я переход не понимаю ну нужно из его афире включает такого непонятливого вот просто браво браво аплодирую стоя вообще по юрию многие кстати написали из вас что сделать разбор по юрию но если почему еще делать это у нас просто не хватит время что-то чему решили последнего ребенка рожать в штатах и и вот это теперь ну можно сказать финал вот этого всего он сейчас говорил какая плохая америка и прочее бла-бла-бла да а все-таки получается последнего ребенка они родили в америке вот она вот где зарыто да несоответствующий конечно я выпала в осадок когда услышала все это это очень простая история которая действий и смотрите и пошел пошел вот уже включил еще сильнее свои жесты чтобы нас убедить да но здесь уже профессионализм включился дать для того чтобы мы с вами поверили что это вообще ничего не значит но на самом деле вот это включение эмоций как раз и говорит о том что вот этот вопрос особо ему неприятен если предыдущий вопрос да вот когда он там разглагольствовал по поводу того что америка плохая и прочее бла-бла он как-то так да в принципе может быть и да и нет ну как бы не особенно его касалось а здесь уже его коснулась ему сейчас надо нас убедить что это все ничего не значит вот это вот активная позиция что это ничего не значит как раз и говорит что это очень много значит для этого человека поэтому он так усиленно нам сейчас показывает оживленность да но жесты при этом скомканы губы сжаты тело отклоняется но все говорит о том что вот на больную мозоль юрий над надавил часа сказывалась удовольствием расскажите быстрее наш друг сказал ребята да уже уже друг сказал да я такой вообще я ничего не решаю это друг какой-то пришел я его послушал он наверное тоже в сколково учился да поэтому я его так слушаю это не придумайте ничего летите к майами тем более что вы там знаете много раз были все и там там точно все проверено и там хорошие врачи которые проверенные сто процентов и ребята отдохнут остальные и для нас это был просто идеальный момент то есть это не было сделано ради паспорта ради того чтобы полететь и сделать ребенка американцам понимаешь да это просто так сложились обстоятельства что нам нужно смотрите интересный момент я тут немножко запуталась смотрите верхняя часть тела жестикулирует а нижняя сжалось сидит тихонько до никаких жестов то есть он разложенность вот я помните я говорила что разложенность должна вам кричать о том что вам врут вот здесь тоже самое то есть он изо всех сил вот все все силы направил на то чтобы вверху жестикулировать а внизу у него тишь и гладь потому что не высовывайся можешь проколоться вообще обманщики они и стараются меньше давать информации да и если где-то дают где-то контролирует то в другой части сложно контролировать поэтому вот это вот разложенность она и говорит о том что нам сейчас пудрят мозги нужно было вывести куда-то других детей и ну так сложилось и я очень рад вы сделали паспорт да конечно простое очень простое лицо добрая поджал подбородок было бы не сделать почему россия простите досада вот кстати на мне в комментариях написали говорят ну в общем то он он же сам по себе добрый да вот перед тем как я я в инстаграме написала да и мне написали в личном сообщении что он же на самом деле он добрый человек просто видимо его слишком прижали ребят но в общем то а спросите украинцев да вот им у них им есть разница их приход пришли убивать добрые или злые люди вот 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 это вот понимаете вот это вот очень такой момент и добрый недобрый вот для меня как-то все равно если он поддерживает то что происходит он сразу встает на сторону тех людей которые это делают и подписывается под тем что он соучастник надо поэтому пожалуйста давайте вот сразу с этим определимся да что называется адам я прошу прощения это просто опять пошли мои эмоции да давайте дальше идти да то есть получается сша все понятно да сша говнюки мерзкие там не знаю они скоро как там разрушится у них экономика но тем не менее я своему ребенку хочу дать шанс а вот кстати он называет это возможностью до то есть все таки он рассматривает гражданство сша для своего ребенка как возможность вот в этом все сказано понимаете вот это вот прям четко четко и понятно да что человек на самом деле думает выдавил из себя что-то плохое про америку но тем не менее для себя он четко понимает кто в доме хозяин и куда лучше навострить лыжи адам а значит дальше что касается за путина здесь вообще просто блестящий ребят почему америкосы его европейцы не остановили все это дело но объясни мне почему а так должны были оказывается америкосы остановить получается что напал да это это не он должен остановиться это должны были прийти какие-то злые дяди у которых там разрушена экономика да и они должны были остановить все это ну да логика просто блестящая вообще да у юрия лицо вот знаете я я смотрела вот знаете я не могу даже назвать эти эмоции которые у юрия да это этот этот смесь всех эмоций и я просто в восторге от того что здесь он ничего не сказал потому что вот я бы здесь не выдержала но молодец юрий сдержался почему не посадили за стол перед видите крайнее напряжение сжимает губы опускает челюсть поддавленные имея возможности опичкали поддавленность такая но молодец сдержался дал дал высказаться герою да и это называется остапа понесло но в данном случае аскара понесло оружие пичкали оружие почему видите как он вот он действительно тут возмущение настоящее возмущение видите что вот прям эмоции сколько он действительно уверен что они должны были остановить но только как остановить ну явно дав какую-то подачку нашему дорогому президенту да путину чтобы он не нападал да должны были его чем-то задобрить да они мерзавцы не задобрили но вот и получили да еще раз аскар и смотрите смотрит реакцию в конце сжимает губы не видит привычной реакции то есть вот эта вся тирада вот это все нападение но по большому счету он нападал до специально нападал чтобы собеседник не смог противостоять и вообще очень часто он это использовал в этом интервью то есть ну это его профессиональная привычка до приходят люди к нему в студию он там хозяин и он там действительно ведет себя так как считает нужным если какой-то гость там позволяет себе что-то лишнее он просто повышает голос и как правило этого хватает потому что люди приходят в непривычную обстановку но эксперты я сама была экспертом в таких ну я и у него в на передаче было и я знаю как это выглядит ты приходишь вообще тебя все пугает это страшно на самом деле это стресс и он привык вот таким образом подавлять своих гостей до подавлять собеседников которые высказывают свою точку зрения но если эта точка зрения не подходит по как по каким-то параметрам он просто это умеет выключать грамотно а в данном случае вот он попытался привычно выключить своего собеседника юрий как бы склонил голову как бы сжался там немножко да а потом бах и дальше пошел задавать те же вопросы уточняющие ну конечно же реакция оскара недоумение и он сжимает губы потому что ему не нравится ему не нравится что он не видит привычной реакции испуга да видите и вот-вот сжимает губы здесь он действительно испугался вот вот он испуг вот видите отклонился дальше переключился на смех это часто коммуникаторы так используют часто коммуникаторы таким образом не показывают свой стресс да вот когда вот с помощью смеха можно прятать свои настоящие эмоции а здесь настоящая эмоция была испуг и он отклонился и засмеялся ну что то есть ты не поддерживаешь путина сейчас видите сглатывает волнение испуг напрягается суши если путин сейчас на стороне россии прокладочка опять пошла если путин на стороне россии если да а потом когда там как какой-то другой ветерок я же сказал если я же не знал что он не на стороне россии да но видите вот такие вот возможности потом уйти в тенечек до подстраховочка такая для оттягивания времени и плюс еще обычно вот таким образом оттягивают время для того чтобы продумать что на самом деле какую аргументацию использовать для того чтобы убедить собеседника то я поддерживаю путь видите и излишне яркие эмоции игра вот это вот отвлечение внимания вот этой игрой ну грамотный коммуникатор как я уже неоднократно это отметим путин на стороне сейчас у меня ощущение что видите а дуть молодец задает а путин на стороне россии вот эти уточняющие вопросы ребята вот прям я вам рекомендую пересмотреть и законспектировать не только вот эти вот и манипуляции от кучеры но и вопросы юрия дудя это просто блестяще вот если вы не хотите чтобы вам брали вот раз расчленяйте вопрос который вам заболтали или там увели какую-то в какие-то дебри до возвращаете на то место где вы где вас увели в сторону да и задавайте еще раз этот вопрос а путин на стороне россии задает юрий и как реакция конечно же это испуг еще видите еще прокладочки сейчас у меня ощущение дальше это идет тем больше если поддерживать сейчас да да еще раз тогда снова садим за руками да 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 выставляет лоб ну то есть здесь это уже не аргументы это просто упрямая позиция а пожимает плечами напряженные губы подбородок жесты все вниз то есть все я я не верю ему здесь и вы не верьте пожалуйста ему и вот это тот человек который сейчас так рьяна стоит как бы за путина до но он уже понимает что ветер меняется он постепенно понимает и поэтому он прокладывает вот эти прокладочки внимателя и поэтому он первый будет он первый встанет в очередь для того чтобы сдать путина немайте он первый будет кричать везде что путин ну как только как только все поменяется он 1 его сдаст вот это вот такие друзья которые если есть такие друзья то врагов не надо ада значит что касается его прибыли тут тоже картина маслом я ник я не бить что ты понимал вот смотрите а вот здесь вот реакция видите вот он как бы жестикулирует да а ножки пошли назад и ножки сейчас скрестятся и это говорит что для вот этого человека вот этот момент самый важный самое важное донести до нас вот именно эту информацию какую информацию давайте послушаем вот я ни копейки денег с этого не заработал чтобы ты понимал видите при этом а тело напряжено ноги закрылись и вот в итоге смотрите вот это вот нет 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 а в итоге то да да у меня не открылись никакие горизонты у меня не появилась новые работы вот поэтому я не пыталась чтоб ты понимал да и опять на той же фразе опять скрещивание ног когда ты со мной разговариваешь что я никакого бенефита с этого дела не получают то есть смотрите вот именно на этом вопросе у него идет скрещивание ног о чем это говорит о том что он отлично понимает что сейчас он не лишился работы ну то есть он сейчас говорит что не ничего он не имеет так что ему перестали платить зарплату ничего подобного наверняка ему еще больше сейчас платят с наших с вами налогов да вот россияне кто смотрит ему продолжают платить деньги и он отлично понимает что на самом деле он он сейчас нам врет но ему надо вот зафиксировать что ничего дополнительного он как бы как бы не получает но на самом деле конечно же он здесь врет вот понимаете вот вот это вот скрещивание ног именно на этом вопросе вот именно на этом вопросе говорит о многом поэтому наблюдать вот прям просмотрите все интервью и на каких вопросах он именно скрещивает ноги вот эти вопросы он там там есть куда копать понимаете внимательно вот после моего разбора обязательно вернитесь на то интервью я понимаю что там целых три часа но это вот с точки зрения вообще изучения профайлинга это просто блестящая находка давайте включаю следующий фрагмент ну конечно следующий фрагмент это для всех кто знаете аргументирует все происходящее теории заговора сейчас очень многие на это все сошлись потому что действительно так проще так проще жить так ну совесть как бы не мучает и думаешь что кто-то другой виноват да вот кто-то там непонятно кто кто-то задумал и давайте смотреть но у меня есть ощущение что наверное есть что-то о чем нам с тобой юр не рассказывают ну окей я не верю в демилитаризацию не понимаешь что это видите все таки логика ну периодически в его речах она присутствует да не совсем уж он маргинал какой-то которому вот внушили и он в это все поверил безоговорочно конечно логика какие-то мыслительные процессы у этого человека происходят и я не считаю что он прям совсем глуп надо безусловно он натянул сову на глобус на глобус по некоторым вопросам но все-таки вот что касается демилитаризации действительно он понимает что что-то не сходится да и он вот знаете еще это еще одна манипуляция когда ты признаешь свою неправоту в чем-то да у тебя есть возможность вот чем чем больше вот таких вот правдивых высказываний тем больше возможности туда вплести какую-то ложь какую-то полуправду да и вот он сейчас активно нам пытается показать свою честность да какую-то вот четную позицию которая действительно ну вот не доказано да и поэтому он ее преподносит как попытку его попытку найти правду да и это тоже очень хорошо воспринимается ну и вообще вот подкупает такое что он не понимаю что это я у себя в телеграм-канале не так давно написал скажите пожалуйста мы победили это когда что то есть видите вот он активизировался тут действительно у него пошло вот тело пошло вперед да вот вот в этом плане он действительно ну как и и сам как бы хочет разобраться да и вот вот эту тему он действительно хочет нам показать что он 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 ищет он тоже как бы на нашей стороне он тоже как бы не совсем ну как как он сказал не все черное и белое все неоднозначно, и вот он как бы такой искатель, вот это его конек. Я думаю, что эта причина ложная, думаю, да, я думаю, что о истинной причине нам не говорят. Видите, а здесь уже пошел, отсел, да, и об истинной причине нам не говорят, а вот здесь вот уже такой, я в домике, да, об истинной причине нам не скажут, поэтому давайте не будем заморачиваться, а примем все как есть, да, отклоняется, отсаживается, закрывается, ну так мне кажется, и это говорит о том, что вот здесь как раз он не верит в то, что, ну просто ему так удобнее верить, вот так жить удобнее, так совесть не мучает, совесть же она такая, она слишком много энергии сжирает, да, вот когда там копается, копается, поэтому он таким образом отключил свою совесть, как и многие наши сограждане сейчас, да, то есть это какая-то большая теория заговора, да, да, украинцам там, ну приходится пострадать, да, ну что поделать, ну всегда были мученики, да, но вот это ж не от нас зависит. Потому что, скорее всего, я думаю, что это более глобальная война, нежели война с Украиной, да, и это спецоперация на... Ага, выставляет лоб, то есть, ну мы с вами уже обсудили, челюсть лоб, я думаю, вы помните. Правильно, не против Украины, вот мое мнение, но есть нюанс, понимаешь, в чем дело, потому что еще раз говорю, с самого начала нашего разговора, я тебе все время говорю... Видите, демагогия, забалтывание, разные виды манипуляций... Жизнь не черная и белая, и существует очень много течений, в том числе подводных, да и надводных тоже, понимаешь, которые заставляют попасть и вводят в этот круговорот. Мы не знаем, и представить себе, наверное, не можем, что там происходит по правде, потому что правду мы не узнаем. Ну, блестяще. Аплодисменты, Аскар, аплодисменты, действительно. Вот вас бы в этот дом в Днепре, который вот недавно взорвали, там действительно порассуждали бы, пофилософствовали по поводу того, что однозначно или неоднозначно, вот те мирные жители, которые получили прилет, вот оттуда бы вы нам порассказывали вот это все. Да, дальше. Следующий фрагмент. Ну, конечно, вообще, конечно, я выпала в осадок от этой его фразы. Я хотела вам прям показать, потому что это просто, знаете, вопиющий цинизм. Я знаю людей, к сожалению, так получилось, но через знакомых, которые пошли туда воевать в 14-15 годах. Они потому что другого ничего не умеют. Они пришли с одной войны и пошли на другую просто. Пошли сами по контракту, наемниками, туда. Секунду, Юр, подожди. Блестяще. Это просто блестяще. Вы понимаете, что он сейчас сказал? Он сказал о том, что есть много людей, которые, кроме как убивать, ничего не умеют. Их надо обеспечить рабочими местами. Вот наше правительство и обеспечило. Вот что он сейчас сказал. Ребята, это просто, знаете, вот, я не знаю, это... Они пошли воевать вот туда и разжигать вот это все. И вот с точки зрения его работодателей я бы очень хорошо задумалась. Имея таких друзей, да, врагов не надо. Он сейчас слил всю контору. Вот таким образом, понимаете. Это просто вообще цинизм высочайшего уровня. Я не могу, сейчас из меня попрет. Поэтому переключаюсь на следующий фрагмент, который очень важен для тех, у кого есть сыновья 18-летние. Для россиян очень важно. Ребят, вот то, что он сейчас сказал, я вам сейчас расшифрую. Это очень опасно и очень страшно. Давайте смотреть. Ну, как я могу отреагировать, если моих детей отправят на фронт? Единственное, что, насколько я понимаю... Смотрите, он натягивает одежду. То есть сейчас речь касается его сыновей. И натягивание одежды говорит о том, ну, смотрите, вот есть пословица, своя рубашка ближе к телу, да. Вот в данном случае, вот он как бы свою одежду натягивает. Это говорит о том, что этот вопрос у меня лично решен. То есть у него лично этот вопрос решен. Поэтому он так немножко абстрагировано дальше начинает рассуждать по поводу того, что он нам скажет. То есть вот у него все в порядке. Поклонники Оскара Кучеры можете жить спокойно за своего кумира. У него, его дети вряд ли пойдут воевать. Если только вот это видео, ну, там какие-то слишком большие, не знаю, ну, как-то кто-то заволнуется, да, и его привлекут за это видео, он там много чего наговорил. Ну, может быть, только в этом случае, вот он сейчас наговорил много лишнего, вот только в этом случае могут пойти. А до этого интервью у него вопрос был решен. Поэтому вот вы, ну, вот кто за него очень хорошо к нему относится, можете быть спокойны, да. А вот что касается ваших детей, вот здесь вот сейчас давайте внимательно смотреть. Вот видите, вот это натягивание, переступил с пяточкой тоже. То есть у меня все пучком, сказал, сказала его тело. Он детей 18-летних на фронт не отправляет. Ну. И видите, вот, вот, наблюдаем внимательно. Качает, нет, но в итоге опускается челюсть, надо. Да, смотрите, дальше, опускает челюсть, сжимает губы и плечико. Вот, смотрите, прям четкий, четкий жест, не знаю. То есть, что касается ваших детей, вот если кто-то из россиян сейчас смотрит, у кого есть 18-летние мальчишки, вот это, вот то, что он сейчас сказал, он вообще ему все равно. Ну, не то, что все равно, он не знает точной информации. Он не знает. Поэтому то, что он сказал, что как бы там не отправляют, как бы там еще что-то, не верьте. Вот этому не верьте. Отправляли. Не отправляли. Ага, и теперь такое удивление опять, как он нам уже неоднократно показывал. Ну, да, ну, в общем-то, это то, что я успела сделать на этот момент. Я решила, что надо вам показать вот по горячим следам. Не забывайте поставить лайк этому видео, если хотите дальше, чтобы я разбирала. Там еще есть много интересных моментов именно по этому интервью. Там целых три часа интервью, да. Есть еще о чем поговорить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что хотите продолжения. Да, но и не забывайте лайк или дизлайк этому видео. Я постаралась, ну, своих эмоций минимально. Хотя, конечно, во мне все, я не знаю, как это описать, но я смотрела это вчера, и меня бомбило изнутри, если честно. Но я понимаю, что вам не нужны мои эмоции, вам нужна информация. Поэтому, если вам интересно, чтобы я продолжила этот разбор, пожалуйста, в комментариях напишите. Да, и напишите свое мнение, может быть, я где-то к нему предвзято отнеслась, может быть, я где-то не права. Может быть, кто-то из вас может донести его мысль, может быть, он не смог ее донести. Может быть, кто-то из вас сможет эту мысль донести и убедить меня таки в том, что мы делаем все правильно. Напишите, я очень хочу понять ту точку зрения. Я, в общем-то, и стала его смотреть, потому что мне было интересно понять противную точку зрения. То есть, я же понимаю, я как человек думающий, я понимаю, что не все черное и белое, действительно. И мне хотелось понять, но, к сожалению, я не нашла ни одного аргумента, которому я бы поверила. Кроме того, я разочаровалась полностью в этом человеке и поняла, что более скользкого и ужасного человека я... Хотя нет, наверное, сейчас много таких, которые поддерживают и которые так действительно считают, и что поделать. Да, значит, не буду я здесь рассуждать о своих эмоциях, поэтому что делать, вы знаете. Я вас всех очень сильно люблю. До новых встреч, пока-пока.